Ван Панчман, озвучка 240-й главы, Клан Небесных Ниндзя Я вас учуял, вылезайте, кто бы вы ни были. Как обычно, у тебя острая чутья, сверхзвуковой Соник. Опять вы? На этот раз мы решили не лезть на толпу, а бить по одному. Дурачё, вам же приказали следить за Флэшем и Соником, а вы, как всегда, самовольничаете. Ну привет, сверхзвуковой Соник из последнего 44-го класса. Я из бессердечного 42-го класса. Звать меня Брутальный Форс. А я Разрушительный Дострой. Я из Золотого 37-го класса. Громовой Тендер. Ужасный 21-й класс. Безумный Мэд. Хаотичный Хаос. Тихий 9-й класс. Баллистический Буллет. Крепкий 40-й класс. Мускулистый Мускул. Избранный 35-й класс. Темный Дарк. Кровавый 36-й класс. Резник Слоутер. Решительный 36-й класс. Призрачный Фантом. Цветочный 13-й класс. Мелодичный Мелоди. Цветной Колор. Энергичный 19-й класс. Мгновенный Момент. Вибрирующий Вайп. Железно-пластинчатый 15-й класс. Ледяной Фриз. Универсальный 27-й класс. Небесный Скай. Потенциальный 5-й класс. Визжащий Скрим. Радужный Рейнбоу. Стабильный 16-й класс. Сбалансированный Баланс. А их больше, чем я думал. Мы — клан Небесных Ниндзя. Элитная команда Ассасинов, сформированная только из лучших выпускников класса нашей деревни. Это не пустые слова. Все настоящие профи. Хватит трепаться. Убирайтесь отсюда. Говорите, мы ушли в самоволку? Тогда давай спрошу вот что. Вы реально готовы принять в команду того, кто не в силах отомстить? Хе, Небесные Ниндзя. А ты что, подвергаешь сомнению наш клан? Я сочту это за оскорбление Небесных Ниндзя. Значит, не быть вам с нами. Кто бы мог подумать, что в нашей деревне, где запрещено общение, разрешат встречу выпускников. После уничтожения деревни мы изменили взгляды. Мы собрались и готовились к этому дню в подполье. И вот пробил час. Тот самый, наконец, пробудился. Теперь весь мир перевернется с ног на голову. А? Тот самый? Наш лидер. Основатель деревни и сильнейший Ниндзя всех времен. После битвы с Бластом он впал в кому, но проведя 15 лет в лечебной капсуле, он, наконец, очнулся. С таким вожаком во главе, мы убьем нашего заклятого врага светового Флэша, а затем публично казним Бласта. После этого нам никто не будет страшен, и мы захватим мир, используя наш непобедимый стиль. Конечно, мы приглашаем и тебя присоединиться к нам, сверхзвуковой Соник. Приведи сюда Флэша завтра ночью. Не волнуйся, мы подстрахуем тебя и убьем его вместе. Слушай старших, если хочешь прожить дольше. Хе-хе-хе-хе. Завтра сюда явится и сам вождь. Тусек? Бласт. О, старик, ты тоже работаешь тут героем? Кстати, спасибо, что тогда вытащил нас из-под завала. Хм, пустяки. Я и сам удивлен твоей нереальной силой. Рад, что ты заглянул. Это мне на руку. Хм, ну и ну. Как и ожидалось. Но если думаешь взять его в ученики, то забудь. Я его уже давно заприметил. О, не гони. Лысый плащ. Пласт мне все рассказал. Что это? Ты победил монстра Гарроу. А, ну да. Он тоже доставал меня этим вопросом. Но я уже и не помню толком. Вспоминай, немедленно. Это жизненно важно. А, да как бы вам сказать. Дело прошлое. Мозги уже не те. С Гарроу-то все уже устаканилось. Не, зачем так париться? Ммм, устаканилось? Что за абсурд. Так это правда? Да. Земля была на волоске от гибели. Но кто такой этот лысый плащ? Понятия не имею. Предела его силы я так и не нашел. Нам стоит присмотреться к нему. Однако, злого умысла я не почуял. Можно его пока оставить в покое. Даже если мы возьмем его под стражу, кибер-демон уж точно не будет стоять в сторонке. Сгинь. Хм, вот как. Раз кризис в этот раз миновал, получается, пресловутое пророчество обошлось? Хм, нет. Скорее наоборот. Это лишь начало. Ведь угроза посерьезнее Гарроу все еще висит над нами. Это была озвучка 240-й главы манги Ван Панчмана, которая, на мой взгляд, очень даже хорошая. В одном из своего альтернативного сюжета я уже придумал нечто подобное. Как все узнают о силе Сайтамы, и ассоциация решает присмотреть за ним. Но не решается принимать какие-либо меры. Затем там появляется герой, который не смог удержать свой рот на замке, и... Ну, это уже другая история. Если хотите взглянуть, нажмите на подсказку, которая появилась справа в верхнем углу. Что ж, напишите в комментариях, стоит ли мне делать отдельные обзоры глав, или стоит делать все в одном видео. Сперва вы увидите озвучку, затем в конце и обзорчик. В своих последних обзорах я уже упоминал, что Бласт, скорее всего, все видел и помнит произошедшее. Я про битву космического Гару против Сайтамы. Что произойдет, если весь мир узнает о силе Сайтамы? Я думаю, что рано или поздно это должно случиться, и, как мы видим, постепенно все больше и больше людей узнают об этом. Пророчество еще не сбылось, как сказал сам Бласт, и настоящая угроза все еще висит над нами. Естественно, каждый подумал о боге монстров, что это он, угроза всему человечеству. Да, так и есть. И вот когда он освободится, он расправится со всеми героями, и даже с Бластом. И вот тогда появится Сайтама, который уничтожит его, тем самым предотвратив конец света. Вот так весь мир и узнает о силе Сайтамы. Но будет ли все так? Неизвестно. Возможно, что нас обманывают, подкидывая нам косточки в роли бога монстров, чтобы мы думали, «А, вот, речь про бога монстров! Это он, угроза всему!» А на самом деле, окажется, что той самой угрозой является никто иной, как сам Сайтама. Что ж, на этом все. Если вы хотите, чтобы я и дальше продолжал озвучивать Мангу, поставьте лайк этому видео. Если оно наберет одну тысячу лайков, то следующая озвучка не заставит себя долго ждать. И еще, это видео я уже неделю как загрузил на Бусти. Если вы хотите первыми смотреть новый контент, то переходите туда. Ссылка на Бусти будет в описании под этим видео. Ну а с вами был Аниманга. Всем спасибо и до скорой встречи.